Девушки отдыхают Подписываются и выставляются в интернет Вы не против? Нет Все, я вас слушаю, пожалуйста, говорите Вы знаете, батюшка, я когда-то в детстве была крещена в православной церкви Но по сложившимся обстоятельствам, наверное, в жизни Так получилось, что я осталась без отца очень рано Мама работала, уделяла много времени работе И я как бы выросла, можно сказать, на улице Там я начала употреблять всякие вещества, которые вредят здоровью Наркотики, алкоголь был И попала в протестантскую церковь Попала в реабилитационный центр протестантский Начала ходить туда Какое-то время помогала А потом как-то, я не знаю Ну не знаю, не слышала Сначала вроде даже Господа слышала Я смотрела ваши видео о рождении свыше И я думала, что я рождена свыше Как бы слышала голос Божий Видела какие-то местописания, которые казались, что они для меня Ну, в общем, я думала, что я была Вадима Духом Святым Спустя какое-то время Поняла, что, я не знаю даже, как это объяснить Ну, что это не мое, наверное Или как, что я уже ничего не слышу А я только начинаю искать какие-то, ну, минусы в людях То есть я вижу, что собираю десятину там По несколько раз на дню Ну, ну, ну Вот, и, в общем, началось осуждение Началось осуждение, я ушла, как бы, ну Можно сказать, из церкви И вот А до этого, когда я там была Меня, ну, я сама решила поехать в библейскую школу в Москву Слово жизни такая есть Церковь в Москве протестантская Я там проучилась два месяца И, ну, поняла, что тоже, как бы, там то же самое все Никуда не убежишь И я забрала документы из библейской школы В общем, ушла Вернулась в Томск Пошла опять в эту же церковь, в Томску и прославление Анастасия, говоришь? Так вы Анастасия вас звать? Да, да Так, я хотел сказать, у вас кто-то там подходил, знает, с приборами Пусть звук посмотришь Что-то, вот так, звук какой-то издается, бурчащий Со звуком, посмотрите, а то не хороший будет отклик Ну-ка, говорите Анастасия, вы говорите Сейчас, секунду Так, говорите Сейчас, сейчас, сейчас настройки включим Вот так получше немножко стало, а то прямо бу-бу-бу вот так Так, опять пошло Интересно Так, ну говорите, там может быть как-то отрегулируется Так, вопрос о чем состоит? Вопрос в том, что Вопрос в том, что в принципе даже не вопрос, а как, не знаю, совет А вот у меня просто такое состояние сейчас, как депрессия После того, как я ушла, совсем недавно ушла, можно сказать В Москве я познакомилась там через сайт «К истине» с Максимом Валерьевичем Степаненко, да? Или Степанычей Степаненко? Да Степаненко, да И он мне подсказал посмотреть ваши ролики в ютубе Вот мы с мужем смотрели, как бы, ну и кое-что поняли для себя Что мы мертвые христиане Что мы не рождены свыше Что абсолютно просто, ну, по грязным грехам человеческих Вопрос в том, что, ну, депрессия у меня вот эта вот Ну, я не знаю, как с ней бороться Не знаю, как восстановить отношения в семье Потому что они, ну, по ряду причин тоже, как бы, испорчены были Не знаю, вот, что делать Вас интересуют отношения в семье, вы, значит, замужняя? Да, мы замужем, венчанные Ну, понятно Тут вот в чем дело-то Святые отцы говорят Избирая пастыря, смотри, не избери волка И вот к вам, кто там, где, я не знаю, как вы нашли Степаненко-то, Максима А через сайт ВКонтакте я нашла такой сайт к истине Ну, у нас тоже к истине Так вот, и надо еще узнать, когда кто первый взял Вы вышли на хорошего человека Это мужественный, это миссионер Настоящий Вот, мы с ним Муж сегодня, мой с ней тоже общался Он очень понравился, как бы Мы с ним знакомы, заочно Лично мы с ним не встречались Вот, давайте по порядку В первую очередь, церковь основана Христом У вас Евангелие было, вы, видно, что Словом Божьим занимались Я правильно понял? Да Это очень положительно И вы вот это положительное сохраните в себе навсегда Будьте благодарны тем людям, которые вам впервые дали Слово Божие Я благодарна, безусловно Вот, это вам много поможет в дальнейшем Дальше Те люди, которые там находятся, это секта Харизматическая секта Это не церковь Церковь основана Христом была А не спустя 1900 лет Это не церковь Слово церковь никогда к ним не применяйте Это никакого отношения к церкви не имеет Церковь Христос говорит Я создам И врата Ада не одолеют Он создал когда? В день Пятидесятницы Она одна Два раза ее никто не будет издавать Одна Ева из ребра А Господь говорит, творю все новое И когда посланник Ефесянам мы считаем Он прямо говорит так И так мужья да любят своих жен А говорю по отношению Христа и церкви Перенос какой делается Так вот теперь все, что ты услышали сейчас О Христе О церкви Это относится в едином только числе Один Христос и одна церковь Два Христа не было Не было Если они говорят другая церковь Значит это другой Христос А вместо Христа дьявол на курьих ножках Он все будет подделываться И будет благоухание издавать И голоса слышать Особенно голоса У православных есть нехорошее слово Прелесть Но оно иногда отображает Иногда самую суть То есть человек начинает о себе мыслить Вот апостол Павел С ним было такое Был восхищен до третьего неба Но не знаю в теле или не в теле Он не добавил ничего Он даже он не знал Так это был апостол А это секты Вот вы где были Если встретитесь еще с ними То спросите У меня хотел вопрос такой тоже возник Что говорить Когда я буду встречаться С теми людьми Потому что в принципе У меня там много друзей осталось Ну с теми С которыми Я может быть хотела бы общаться Но я не знаю как общаться Пока не общайтесь Пока Приостановитесь Пока побеседуем раз-другой А потом вы сами уже решите И у них если есть там человек Который называется пресвитером Или генералом По-разному называют Он никакой не пресвитер Лжепресвитер Рукоположение А потому Христос Единый истинный Бог Вы в это верите И Христос избрал апостолов Вы в это тоже верите Да А апостолы Рукоположили епископов А если бы кто-то пришел И сказал Я тоже епископ А апостолы с ним не встречались Никакого отношения Он не имеет Самозванец Вы запомните Для сектантов Центральное место Это число 16 глава Книга числа Чемпионная книга Моисеева 16 глава Когда Дафана Верон и Кореи Хотели восхитить Называться церковь И прочее Сектанты Когда они повалились в землю Они живьем ушли в ад Не просто под землю Они в преисподнюю пошли Это самое страшное наказание Один раз за всю Мировую историю А почему Это больше греха нет А почему там люди Получают спасение От наркомании От алкоголизма Ничего не значит Получают другую болезнь Кашпировский тоже лечил Но вместо одной болезни Две новых прививают А чего они лечат Вот вы сами посмотрите Что они Они ни поста Ни креста Ничего не знают Я их очень хорошо знаю Я сам обратился Среди 50-тиков То есть Евангелие получил Библию получил У меня больше ничего там не было И вот они Ложи называют своих Главарей Так назовем Секты этой Что они пресвитеры Они никто И какого ты духа Там можешь получить от них Когда в церкви И то только через миропомазание Дух святой дается Миропомазание Вы помазаны миром Господнем Да ничего нету Если они говорят Вот заметьте Сектантов легко узнать Почему Ложное отношение к иконам Иконы это идолы Вас этому научили уже Вы даже ничего не знаете А это первый день вы узнали Иконы идолы А иконы не идолы И они не могут быть идолами Бог повелевает иконы сделать А они этого не знают Как будто Почему А это узло взгляда Вот они вот так вот А как Господь Где повелевает делать Запрещает Господь Исход 20 глава Не сделай изображения Запрещает А в 25 главе Повелевает Сделай изображения Сектанты все Баптисты, адвентисты Как вы называетесь там Они каждый день Меняют название 21 тысяча названий уже этих Вот это все как шелуха Мусор от пшеницы Отлетает Когда мекина И они Эти люди До 25 главы Не досчитали ни разу В 25 главе говорится Сделай изображение Изображение это икон По-гречески Иконы и изображение Это одно и то же слово Его больше нельзя Никак перевести Я вот разговариваю С сектантами Спрашиваю Скажите Ну я 53 года Миссионер Православный Спрашиваю Христос приходил В какой храм Ну как в какой Соломонов Они ничего не знают Я говорю Акаша 25 глава Вторая книга Паралипоменон Говорит что Новоходоносор Разрушил храм Сломал Медное море И все сосуды вынес Так а что разве Они не знают Самого элементарного Дух Демон Вот этот Входит в людей Когда они там На языках заговорят Трясутся и прочее И он отнимает Я тоже говорила Они полностью Мозги теряют Я спрашиваю В какой храм Приходил Христос Не знаю Это я говорю Вот смотрите Книга пророка Из Икииля Потом вы будете Этот ролик смотреть 41 глава 17 стих Господь Повелел Сделать Храм Иисусу Сыну Иосифову Зарававелю И второй храм Изарававелев И Господь Говорит Дом мой Дома молитвы Наречет А дом мой Мой Не чужой Это дом А что это за дом был И написано Который стих я назвал Из Икииля Сделай изображение Ерувимов Снаружи Изнутри От пола До потолка То есть Свободного места Без икон Нигде не было И в этот храм Пришел Господь И называет своим дом Это не капище От сектантов Это капище Идолы Они совершенно Никакого отношения К христианству Не имеют Это враги Божии Все искажено Я говорю Христос Иконы Не выбросил Я говорю Дом мой Почему? По его проекту Он архитектор А апостолы А апостолы уже Крещенные духом святым Написано во второй главе Деяния апостолов В день 50 И сосошел дух святой Верите, что апостолы получили? Конечно А в третьей главе написано Петр и Иоанн шли В храм Сейчас Молитва 9 Куда они шли-то? Они шли там, где иконы Снаружи и снутри Все Сектанты мои поплыли У православных Все потому Как Писание говорит Иконы А там хирургим А людей не было Не было Потому что до Христа Все шли В преисподние места А ты ныне же Со мной будешь В раю Так как теперь святые Идут на небо Павел был, говорит Восхищен до третьего неба Теперь у нас Изображение иконы и святых Апостол Павлов Вы найдете икону Иоанна На царских вратах Вот православие Сохранилось С первого века Все А секты Они как мошкара Являются Исчезают Перед названием Меняют И каких только нет Названия Самые вычурные А они Работают с наркоманами Как они работают? Я разговаривал с этими наркоманами Неоднократно Лучше бы не встречаться с ними В первую очередь Они не в церкви Они их заблокировали Это хуже всякой наркомании Когда он был там Можно было с ним работать Теперь нельзя Он обольщенный Он намертво Все кулит Церковное У них нет причастия Какое причастие Когда священства нет А кто не будет Есть плоти Сына человеческого Не имеет в себе жизни Евангелия Теана 6 глава А раз нет жизни Там смерть Где жизнь Там есть причастие Но он не такое Как православие Никакое Только через Священные руки Вот Апостол Рукоположили Епископов На них благодать Эти епископы Другие Это называется Хиротония Руковозложение И это доходит До наших епископов А у сектантов Никого нет Он первый Сам на себя Руки положил Себя провозгласил Себя провозгласил Епископом Он самозванец И к нему Вы пошли Как к разбойнику Как к пирату Еще удивляйся Что у вас Еще хорошо Что нормально Вы живете А то нетрудно И жизнь потерять Они в отчаянии Вот они так лечат А откуда Это депрессия А депрессия Это не депрессия А уныние Уныние А уныние от чего От плохо сделанной работы Плохо уверовали Плохо молитесь Плохо поститесь А у церкви посты Так, минуточку Подождите Сейчас я тут Говори Алло Не понял Какой? Пост? Ну 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 Ты попозже позвони У меня разговор по скайпу Через полчасика Отошел Нарванул Даже выпало Это только было видно Там заболел человек И вот А человек И просит Помолиться уже У нас как-то это принято Мы нужды имеем Вот это не церковь Церковь не называйте И в этом Это последствия того Что вы там были У вас Этого не должно быть А они избавили от наркомании Ничего они не избавили Увлечение ложным учением Это хуже всякого наркотика Хуже Почему? Потому что Там ты знал это зло Надо лечиться А тут ты знаешь Я нормально все получил А что получил ты не знаешь От кого этот голос Не знаешь И они преподать вам ничего не могут Вот возьмите Они вас учили Что будет тысячелетие царства на земле Точно? Я не помню честно Ну обязательно Это их везде А они не церковь И учат тысячелетие царства А оно идет У них смещены все даты Все Все обман Я повторяю Вот еще хотела Такой спросить Вопрос Про вас тоже много Очень про это есть Но я хотела Как бы личное свое Такое Про крещение Именно Я когда родилась Меня крестили В православной церкви Вот А после этого Как я попала туда Меня крестили водой Аж два раза Потому что первый раз Я вообще ничего не поняла А потом попросила Чтоб уже осознанно Как бы покреститься В полное погружение Там И вот что мне делать сейчас Ну на данный момент Вас как крестили Вот так брали на спину И опрокидывали Да Да Я не знаю Ну чего Как ребятишки маленькие Вы послание к римлянам Четвертая глава Шестой стих Считаете Мы крещены в смерть Христа Они в положение во гроб Христос умер стоя Чего ради-то на спину Так никогда церковь не крестила Вот это прямо зримо Видно Что они ничего не понимают Вот когда А вот то что я крещена Была в детстве Это считается крещением Если вы были правильно крещены Считается А я не знаю Я маленькая очень была А мне молодец Разведайте Крещение не повторяется Но если были без погружения То надо бы накреститься Вы были обмануты Даже если в церкви Так То есть надо будет Если что Потом перекреститься Перекреститься нет Вы просто не были крещены Севданское крещение Его не признают Ну нет Он не имеет права крестить Дальше Крестить неправильно 50 правило Говорится Троекратное погружение Это уже каноны у нас есть А они ничего этого не знают Обыкновенный человек Допустим солдат Он раненый Упал лицом вниз На спину Умирает на кровати Ну где-то там В реанимации Вот это Они крестят положение Во гроб Сектанты А Христос умер Прибитый В смерть Он умер стоя И стоя мы крестимся Вот так Поднимаемся Из воды Мы выныриваем Вот так Я правда недавно Нашел Секты две или три В интернете Которые крестят Ну вот так вертикально Но они не имеют права крестить То в общем дело Они безблагодатные Понятно И вот еще Мы с Максимом Валерьевичем Разговаривали о том Что нужно пройти Чин присоединения Когда возвращаюсь В церкви Все что он сказал Это правильно Вот в этом То есть нужно пройти Чин присоединения Да Да Потому что вы Ну все таки Какое-то соприкосновение Имели с церковью А потом попали В эту секту Заблуждением Все секты Все на одной Они от сатаны Не от Бога Потому что Нет большего греха Как разделение Тела Христова Разрывать Это тело Христова Церковь И без рукоположения Нет ничего Это не церковь Это самозванство А они начинают Лукавить и говорят А Мартин Лютер Был епископ Он даже не был священником Он простой монах был Был монах Размонашился Женился на монашке Ну какой это человек-то Ему даже доверить нельзя Говорит Гусей пасти Ты Богу давал обещание Быть одному Шесть ребятишек нажил Ну какой это руководитель Тысячу лет верят ему Он перевел на немецкий язык Благословен Господь Молодец Ну а дальше-то Ты обед давал Богу Написано Бог на небе А ты на земле Смотри, что Бог не разрушил Все у тебя А сегодня мы видим Что у лютера не делают Гомосексуалистов ставят Своими пастырями И это зараза вся Мужеложество Все от них ползет Чем кончилось? А начинали Католики не такие Ну не такие Да, не такие Но ты там, Борис Я в православии Я знаю, что не такое И мы стараемся Когда я начинал Везде рассылал материал А сейчас почти везде строят купели И крестят И надо работать Христос пришел Оставить и оставиться Ему дано право Прощать грех Во имя Христа Писание говорит Ну а там же Тоже как бы Называются Священниками Ну я сказал все вам Знаете, в магазине военном Продаются генеральские погоны Можно сшить штаны Такие же с красной полосой Но ты не генерал Ты обманщик Генерал оставит президент А вот еще такой вопрос Это цигнать у меня А что говорить Тем людям С которыми общалась раньше Вообще Как их может быть Разумить тоже Вы сейчас еще не крепкие Вы не ходите сейчас к ним Нет, я ходить не хочу Я могу встретиться Просто из человека Я говорю вам Сейчас не ходите Сатана ходит Как рыкающий лев Он, вы слабенький такие Когда познакомитесь И может быть там Вы в Томске говорите Да, в Томске Так он в Томске Вы с ним встретитесь И попросите его Скажите Максим Валерьевич Пойдемте с тобой А мы с ним общались Нет, я говорю Да, с Максимом Валерьевичем Мы общались Он мне дал ваши Вы попросите его Чтобы он с вами сходил Одна не ходи Нет, я туда не хочу ходить Я имею ввиду Что если я вдруг Встречусь с этими людьми На улице Ответьте просто Скажите Там, где я была Где вы находитесь Это не церковь У них нет рукоположения Вот этого достаточно Не ступайте с ними В дискуссии Не надо Это пустое Вам ничего не сделать Я имею такой опыт Больше полвека И то иной раз Просто Не беседуешь Бывает человек Он уже полностью Предан сатане Это надо чувствовать Это внутренний дух Как тебе подскажет Просто у меня еще такое Наверное Я слишком Близко к сердцу Все воспринимаю Я иногда Ну Могу себя винить В каких-то вещах И Может быть Я не знаю Как Я не понял Что не так Ну Я не знаю Может быть Я просто Я говорю Я боюсь Что я буду испытывать Чувство вины Когда я увижу Этих людей Что как будто Они там скажут Что я подала Там Да Если вы верите в Бога Знаете Что тот Кто в нас Больше того Кто в мире Они мирские люди С нами Христос Дух Святой Никого не бойтесь Вот к двери Подходите Утром Обязательно Вот так вот На лоб поставь пальцы Смотри на меня Внимательно Анастасия Сложи пальцы Как складываешь пальцы Вот так На лоб Потом На чрево Пуп Где Пристани Вот Теперь точно На правое плечо Потом на левое Прямо так Прижми Чтобы Это крест Чтобы ровный был Вот так Поперечен И скажи Отрекаюсь сатаны И всех дел его Всех ангелов И всей гордыни его Перед дверью Перекрести Иди Никого не бойся И у тебя Вот это Что сейчас Тебя напустил Паморок Это все отойдет Притом в один раз Не завтра Прямо сегодня Это Христос делает А там просто Сопутствующих Еще много всего После Ну Не знаю После чего После этого Потому что я ходила Как бы Ну Просто как-то Вот Перестала молиться Читать Библию Перестала И опять Напали Вот эти все Страсти Которые были до этого И отношения С супругом Просто испортились Вообще окончательно Все 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 Потому что мы хотели Развестись Там И Сегодня Он был у Марсима Валерьевича Тоже разговаривал Он нам посоветовал Поговорить Сесть по правде По чистоте Рассказать все Друг другу Мы сегодня поговорили У нас достаточно Тяжелый разговор был Вот Но мы все-таки Решили Как бы Ну Бороться Потому что Надо уметь признавать Вину Надо уметь признавать вину Вас туда никто не толкал Зачем вы пошли Тут легко было рассудить Церковь с апостольских времен У вас там с куполами церковь стоит Не такие священники Ничего Для нас как раз Да дело в том Что у меня мама умерла Когда в 2002 году И Меня понесло По бездорожью Как бы И встретились эти люди Которые Сказали что могут помочь И я поехала В реабилитационный центр Это прошло Где-то После смерти мамы Прошло где-то Около 4 лет И я встретила этих людей И в 2006 Я поехала В реабилитационный центр Из одной ямы В более глубокую попали Ну Это конечно Не высказать то Что вот В моей жизни Происходило Там за За этот За этот срок Который мы с вами Сейчас общаемся Потому что Много всего И я понимаю Просто Когда я встаю И молюсь Ну Перед Господом И я понимаю Насколько я пахчет Человек Который Слушай Сосе Вот смотри на меня На меня Смотри внимательно Вот а что я показываю вам Смотри Это что Я не знаю Четкие какие-то Четкие Это вот сто Десять раз По десять И вот Не меньше семи раз Это сто поклонов А вот сейчас пост Это нужно Чтобы ты склонила коленями Коснулась земли Головой И руками земли Это земной поклон И вот сегодня мы были Это примерно Триста раз Пришлось поклониться Во время одного Богослужения И помилуй меня Боже Помилуй меня Помилуй меня И у тебя дух другой будет Потрудись Не сиди там А как это сделать Встать Или на колени Встать И поклониться Да Ну вот Перекрестилась Когда Правильно Крест хороший Сделала И теперь Кланяйся вниз Чтобы голова Пола коснулась Руки Руки Это 10 пальцев 10 заповедей И колени Это земной поклон Называется А поясной Так же перекрестилась Стоя Поклонись Так чтобы рука Могла пол достать Не надо доставать Ну проверить себя Это поклон Почему Давид говорит Это 118 Псалом 164 стих Семикратно в день Прославляю тебя И когда вот Семь раз будете Становиться на молитву А там еще Три святоя Вы купите Утреннее Вечернее молитву Молитвенники И вы увидите Что у вас Не то что не было А вы просто В дыму В щеду были Там такие слова Сокрушающий дух У вас Столько смирения Не раскопано будет А вы уже Что то получили Какого то духа Ну какой дух то Вы только Ни грамма не оставляйте Сами себя Одну Со своими мыслями Чуть только Подходит Какая-то Тебя мысль Ты сразу Вот бери Купи там В церкви Только такой Бери Чтоб сто Было Сто Вот И кланяйся Парстами Ты перебираешь Одну Поклон Снова поклон Господи Благодарю Тебя Слава Тебя Наш Бог Иегова Хвала Тебя Авва Ощи Благодарю Тебя Что дал мне Веру в Тебя Страх пред Тобой Ожидание Суда Божие А я без страха Куда попала Господи Я церковь потеряла Прости меня Владыка И каждый раз Что сказала Поклон сделай Тело движется Тебе спать не придется А не просто Руки сложилось Что Бог даст А ничего тебе не даст Молитвы-то нет никакой Своими словами Если у тебя опыта нет Ты не разбежишься Там ничего нет Оно и то же А когда ты кланяешься Молитва возьмет Ефрема Сирина Сейчас считаем мы ее Каждый день Кроме суббот Воскресенья Господи Владыка Живота моего Владыка То есть Господин Моя жизнь Господи Владыка Живота моего Дух праздности Уныния Вот оно у вас Уныния Любоначалья Празнословия Сребролюбия Не дай мне И поклон Душа Смиренно Мудрия Терпения И любви Даруй мне Рабу Твоему Второй поклон Ей Господи Царю Дай мне Зреть Мои прегрешения Чтобы не осуждать Брата моего Ибо Ты Благословенные Вовеки Ваше сердце Разве не говорит Что эта молитва Так какая В ней Все сказано Она в четвертом Веке Написана И прямым Сиреном Эти люди Назывались Ангелы Во плоти Или человек На небе И вы Если Поклоняетесь И будете Говорить Дух Уныния Отчаяния Сребролюбия Не дай мне И ты все время Будешь помнить Что ты Обуреваем Этим Духом И Господь услышит молитву И все это отойдет Не Не оставляй себя Свободной Ни одной минуты Вставай вовремя Вот мы всегда Встаем 4.40 Для меня проблема Вставать утром У меня муж ругается Я встаю В 10 часов В 11 Под лежащий камень Голубушка Вода не течет Вам имя дано Анастасия Вы знаете Как переводится Воспешим Так вот и воскресни Ты чтобы была радостью Для всех Для родителей Для мужа Для всех Родители погибли Нет у меня мама Мама умерла Отец ушел Ну Для других Кто-то там Может быть Свекровка Ты для всех Будешь в радость Тебя будут желать Видеть А кому ты такая нужна Вот сидишь И ничего не будет Ты должна быть веселая Написано Радуйтесь Еще раз говорю Радуйтесь Чему радоваться Что дал жизнь Что открыл мне истину Дал святую Библию Толкование святых отцов Святую православную церковь Вот так Отец Игнати Что посоветуете Почитать Лучше Почитать Лучше нашего материала Вот у нас трехтомник Три книги Толкование нового завета С откровением вместе Это наше издание Это самое лучшее За две тысячи лет Это где найти можно К нам вот По mail.ru Заходите И договоримся Я вам Я скину там Уже Соберетесь И в ней 240 иллюстраций Цветных Лучший иллюстратор Густав Доре Мы потратили много времени Много средств Пока это издали Там 297 комментариев А вот то что Максим Валерьевич Мне еще посоветовал Почитать Житие святых жен Потому что У меня как бы Неправильное отношение В семье было Я к мужу Неправильно относилась Рассказал Так и сделайте Но это одновременно Параллельно ведите Житие святых Вот на моем сайте Они насчитаны Вы можете их скачать И слушать Я насчитал Все 12 томов Хорошо Спасибо вам И там же 12 томов Житие Иоанна Златоуста Библия Моим голосом Насчитана Там 50 книг Насчитаны Наш сайт По русски Заряди в гугл И напиши Во свете Библии Запишите себе Во свете Библии Вы меня слышите Что то случилось Отошло Все Ну все на этом Да Видишь как Заглохло Вам не слышно Я уже еще не слышу Ну ладно Кладем на этом До следующего раза У вас там есть хорошее Все Спасибо